Всем привет! Буду говорить на русском, так как у нас правозащитницы разговаривают на русском языке. Меня сегодня отпустили. Отсидела я 10 суток в тюрьме, как вы любите прожить, так и без. И вот у меня, сейчас мы делаем вывод, как говорится, от того, что нас посадили на 10 суток. Теперь у меня к дочи вопрос. Доча, за что меня посадили и тебя штрафовали на 30 мерпл? За то, что мы почтили память патриота Казахстана, сходили к нему на могилу, прочитали Коран, несли с собой флаг Республики Казахстан, как проявление наших патриотических чувств к нашей Родине и как уважение к нашему патриоту Дулату Агадил. Вот на это вас посадили, а меня штрафовали. Да? Да, вот так получается, оказывается. Нарушаются все наши конституционные права. И второе, что я хочу сказать. Вот сейчас я отсидела, например, 10 суток. От этого мне неплохо. Я всю жизнь, мне 47 лет, я всегда это подчеркиваю, что я занималась воспитанием своих детей. Как мать-одиночка вырастила двоих детей. Вот, пожалуйста, кирбис. Вы меня знаете как мать кирбис. И политика ни разу не интересовалась. Это меня не волновало, как говорится. Есть еда, так как я не бедствовала. У меня их дом, и все было на свете. И мне это не было главным. И так как кирбис начала, захотела жить хорошо, и поэтому выпустила челлендж. Ну, я проснулась, якобы, да? Это было 4 месяца. Моему внуку было 4 месяца тогда. И вот. И с тех пор я начала интересоваться, что у нас творится в Казахстане. И видите ли, я только начала интересоваться полтора года назад. И проснулась в тот момент, когда убили нашего батыра Дуата Агадель, активиста. И после этого я начала свою активную деятельность, интересоваться, вернее, политикой. Я не скажу, что я много чего знаю. У меня была мечта вот как-то посесть и прочитать книги. И вот у меня появилась такая возможность. Я помню, как-то в 10 классе я читала книгу Абай Жола Мухтара Озова «Путь Абая». Потом «Жестокий век» я мечтала, не смогла прочитать. И вот за эти 10 суток я наконец-то прочитала свои любимые книги. Первый раз одела очки свои, которые покупала два года назад, а они мне понадобились. И вот я что вам скажу. Бояться ничего не стоит. Ничего не бойтесь. Это все мы идем по правильному пути. Вот покажите. Что я хочу сказать? Бояться ничего не стоит. Не бойтесь. Мы на правильном пути. Вот молодежь, я чего говорю? Вот я как мать, я горжусь своими детьми. Жаль, что у меня сына здесь рядом нету. Вот дочка, да? Чего она хочет? А того хорошей жизни она хочет. Что ты хочешь вообще? Давай я к тебе поверну. Что ты хочешь? Как ты меня разбудила? Вот теперь смотрите. Также мы дети. Я тоже ребенок, например. У меня отец, например, сейчас он болеет, сильно болеет. У меня была мечта, чтобы он слетел в Мекку. У меня была мечта. И моя мечта не осуществляется не от того, что я лодорь или не люблю работать или еще что-то. Мы просто выживаем. Нас съедает быт. Хотя мы живем в богатом Казахстане. И я хочу сказать молодежи. Любая мать защищает своего ребенка. И также своего ребенка никто в этот вагон не бросает, как я сейчас делаю. Я вас понимаю, у вас родители так же, как я, может, работают. Им некогда. Политика, они не интересуются. И сейчас не век индустрии, как я прочитала, в жестоком веке или в Абайжула. У нас ничего не изменилось, как я заметила. Лет 100-150 лет назад, что было, то и остается. Люди, как были, остались неграмотными, как я поняла, так и есть. Только единицы, там 3%, чего нам достаточно по жизни. Я хочу, чтобы вы все требовали свои права. Мы не скот. Я прочитала скотный двор, который я тебе благодарю за то, что ты не отправила книгу. Я его схавала за 2 часа, кажется. Интересно было читать. Будьте осознанны. Требуйте свои права. Молодежь, не спите. И потом, что я хочу сказать. Вот нас обычно, как, они хотят нас запугать. За 10 дней якобы я сломаюсь, якобы я перестану заниматься активной деятельностью. Ничего подобного. За мной, например, уже человек 10 технистов не вместились бы в мою кухню. Поэтому нас много, нас миллионы. И ничего не надо бояться. Требуйте свои права. Так, насчет этого. Вот митингов, да? 32-я статья Конституции Республики Казахстан. Там что написано? Шествия, митинги. Они... Поправка же вышла. Вот в мае вышла. В мае поправка. В конце мая. Что уведомительный характер. Добавок Конституции. А они, видишь, нас закрывают. Нет, мы не должны уведомлять. Мы должны уведомить. Уведомить. Да, мы должны уведомить, что мы выходим. Но разрешение мы не должны просить. Не ждать разрешения. Это незаконно требуется. Это незаконно требуется. Выходится выше над любыми... Конечно. Это основа. Это наш главный закон. Самый... Любой нормативный акт. Любой закон, он должен в первую очередь быть под Конституцией. То есть, конституционные законы всегда выше всех любых... Приоритетически. Да. Всех любых законов, да. И потом у меня спрашивают, когда я ухожу... Не спрашивают, вернее, меня желают, чтобы я сюда не попадала, якобы в спецпериодник. Я им сказала, а я буду попадать, потому что я буду выходить на митинги. Это мое конституционное право. Я хочу выйти на митинги. Я буду... Кстати, у нас слышащее государство, как говорит. Я не вижу слышащего государства. У нас глухое государство. Да, у нас государство. Да. И инкриминируют всякие нам под этого. Кстати, у нас ничего не вырабатывается и ничего не выпускается. Мы даже трусы не шьем у себя в Казахстане, если вы понимаете. Не производим. Ничего мы не производим. Мы просто все раздаем в сырьем. В сыром виде. Вот это сырье наше вот. Скажи, как мы сырьевой придаток. Да, говорите. Как сырьевой придаток. Знаете, меня всегда поражает, как можно конституцию без конца перекраивать под единственного человека. Вы все знаете, кто этот единственный человек у нас в приоритете. Как старый Чапан. Без конца перекраивать, переделывать, заплатки ставить. Мы позиционируем себя во всем мире, как демократическое правовое государство. Светское еще добавлю. Но это мы только позиционируем себя. А на самом деле, фактически, наше государство полицейское, репрессивное, подавляет любое инакомыслие, подавляет оппозицию. Оппозиция по конституции, она считается законной, неотъемлемой частью общественной жизни. Но на самом деле, оппозиция, это система сдержек противорезов. Но на самом деле у нас в Казахстане оппозиции не дают спокойно существовать. Ее постоянно загоняют в угол, репрессируют. Вот оппозиционеров у нас даже не только репрессируют, закрывают на 10 суток, тюрьму сажают в качестве политзаключенных. Но у нас даже и убивают. Убили Алтенбека Сарсимбаева, убили Заманбека Нуркадилова, убили Мухаммеджанова Ергазини Сипаевича, лидера ДВК. Убили Дулата Агадила, еще многие журналистов, я их сейчас уже не помню, их имена, журналистов тоже убивали. Что самое страшное, мы позиционируем себя не только как правовое демократическое государство, А если послушать зомбоящик, бодрыми голосами, те, которые вещают с этого зомбоящика, говорят о том, что мы чуть ли не впереди планеты всей. А на самом деле это не так. Вот как сказала Анар, моя единомышленница, мы, во-первых, ничего не производим. 30 лет, как одно и то же говорим, экономика, экономика, но от того, что ты будешь говорить все время халва-халва, во рту сладко не станет. У нас экономика в загоне, медицина в загоне, образование в загоне, особенно это явственно выявил коронавирус. У нас социалка в загоне, пенсионеры у нас, есть часть, которая получает неплохо, Но остальные, которые после 98 года были обижены, они получают такие жалкие крохи, что им хватает едва на молоко, хлеб, конечно, без масла. Но я что хочу сказать? Дело в том, что как страшно жить в таком государстве, когда ты не имеешь никаких прав. Ты не в десятке сильнейших, поэтому ты никаких прав не имеешь. К тебе относятся как к паршивому коту или как к мухе, которую в любой момент можно прибить. За твои убеждения тебя сажают, тебя везде преследуют. Я, например, вот если бы мне не было бы столько лет, почти 72 года, я бы, наверное, постаралась бы уехать в какую-нибудь благополучную европейскую страну или в Штаты. Вот истинно, там, где много говорят, экономика и все прочее, там как раз никаких дел нет. Даже в советское время наш незабвенный Димаш Ахметович Кунаев какую выстроил систему. Предприятия были тяжелой, легкой промышленности, инфраструктура была налажена. А Назарбаев все это уничтожил и ничего он не восстановил. И кроме того, не только не восстановил, а все хуже и хуже, мы превратились в откровенный сырьевой придаток. Мы ничего не производим, мы только привозим отовсюду. А у нас и ресурсы есть. И у нас есть полезные ископаемые, почти вся таблица Менделеева. А мы, вот даже взять в сравнение Арабские Эмираты, там каждый житель уже с рождения обеспечен. К совершеннолетию он имеет несколько сотен, вернее, простите, десятков тысяч долларов, и он может на эти деньги подняться. А у нас, мы сырьевая страна. Наши дети имеют долги, родительские кредиты. Да, наши дети еще родившиеся, только родившиеся и даже не родившиеся, имеют уже долги, потому что постоянные вот эти займы. А национальный фонд, он в кармане у одного человека. Когда захочет, тогда и выдаст. И кроме того, что самое страшное, этот человек цепляется за власть. Он ничего для Казахстана не сделал, ну, возвел столицу Астану, но это за счет наших костей, крови и пота. Он сам, он не смог бы. Вот только единственное, он чем может хвалиться. Для чего он цепляется за власть, если он Казахстан загнал в тупик? Наш Казахстан уже на краю бездны. Дальше уже так нельзя. Поэтому давайте просыпайтесь. Вы все просыпайтесь. Перемен требуют наши сердца. Все, настало время перемен. Хватит сидеть по диванам, по домам, бояться и трястись от страха. Бояться тех, кто не боится. Спасибо, Асяна Варна. Я тоже хочу добавить по последним событиям. Меня вот до глубины души вот это вот прям вообще вот возмутило, да, то, что репрессии, да, у нас. За что? За что у нас сейчас в Талабкере граждан репрессировали? Да еще так жестоко, да? Несанкционированный митинг, да, назвали несанкционированным митингом, то, что люди собрались почтить память Дулата Агадила, да? То есть они пошли на его могилу, да, Зират Кабарб, да, молитвы хотели прочесть, да? И посмотрите, как это все вот извернули, да, и сказали, что это было шествие политическое, несанкционированный митинг. Само определение несанкционированный митинг, оно само по себе противозаконно. Так как напрямую нарушает наши права на свободу мирных собраний. Мы от рождения имеем это базовое право. Мы имеем право собираться и критиковать власть. Оппозиция, она просто вот как вот до этого вот Асия Анваровна сказала, она неотъемлема от государства, от общества. Это наше базовое право критиковать все, что у нас вот в общественной жизни творится. Не нравится нам гражданам, мы в суверенном государстве живем. И народ суверен на самом деле. Поэтому мы имеем право, мы народ, мы имеем право критиковать все политические процессы, общественные процессы. Поэтому вот то, что сейчас в Талабкере произошло, это вообще нонсенс. Могила Дулата Агадила, это не политическое здание. Люди шли, как туда еще идти, до могилы? Все так ходят. Все идут пешком туда. Все всегда идут организованы. Всегда же так было. Это наши традиции. А смотрите, что сейчас происходит. Происходит то, что нас уже по китайской модели, нас уже подвергают репрессиям. Получается, что за то, что мы хотим мусульманский обряд свой совершить. Это наше право. Это наше право наших, да, это наши традиции наших предков. Мы так родились. Это с молоком матери к нам пришло. Мы всегда так делали. А почему теперь нас ограничивают? За что? И теперь, главное, как это хитро все это пропагандируют? Зачем они так делают? Не знаю. Мне все это напомнило репрессивные методы китайского правительства, которые осуждает весь цивилизованный мир. Это начало конца. Это фашистские методы. Так нельзя. Если сейчас общество промолчит, ждите то, что будет у нас. У нас будет здесь второй Синьцзянь. Поэтому молчать нельзя. Я не могу молчать. Я не буду молчать. И не будем молчать. Что намечается 25 сентября, как я поняла, да? Вышла и сразу новость. Я рада. Рада. Мы выйдем на митинги. Если нас опять не закроют на 15 суток, найдут что-нибудь. Молодежь. Нет, это Азиз. Азиз, скажите. О! О! Аккуртет червейн балдарм. О, монаргетка. Мои дети, мои крылья за спиной. О, я говорю, активистарь, жена, тебе посуду купил. Мы как раз не лохи. Мы как раз хотим, чтобы у нас в Казахстане кружки выпускали наши производители. Наши производители. Какой ковчегайский завод был. Все говорили. Я тоже недавно смотрела такую информацию. Вот в Японии, японской конституции 73 года и 0 поправок. Американской конституции 233 года, 27 поправок. Казахстанской конституции 25 лет. 1100 поправок. Рекорд. Вот в этом мы впереди планеты всей. На последнем месте по образованию, уровню образования, на 73 месте, да? На последнем. Вот по поправкам конституции на первом месте. Алиша, и заметь, каждая поправка противоречит конституции. Да. Да, противоречит. Каждая, вот возьмите, я вот уверена, что каждая поправка, она противоречит конституции Республики Казахстан. Так что я вам скажу, как мать. Я вспомнила, там лежала, и Горького, да, мать? Да, Горького, да. И там цитирую слова. В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, Ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние, привидеть всего, что совершается дома. Ну, нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Мы, как говорится, 70 лет жили под Советским Союзом, 30 лет под Игом Назарбаева, и мы молчать не собираемся. Молодежь, ничего не боимся, вот растет мое будущее, мои крылья за спиной. На что надеетесь? Я тоже, как вы, молодежь, в 17 лет у меня были такие мечты. Я хотела всего, и ничего подобного, быт съедает. Вы зарабатываете столько, чтобы только покушать и одеться, и даже на машину вы не соберете. Молодежь, будешь. В 17 лет молодежь, о чем вы мечтаете? О чем мечтаешь? Сына, скажи. Машина, квартира, нормально, а потом свадьба, потом дети. Есть будущее у твоих детей, как ты думаешь? Будущее? Мама постараться будет. Молодец. Мы постараемся все. Так что, молодежь, ничего не боимся. Будьте осознанны, читайте книги, не будьте такими, как мы. Мы что, у нас быт съедает, вот келинка моя будущая стоит, она родит мне внуков, а дальше что? Политика не интересующаяся, политика тобой будет интересоваться. Вот, пожалуйста, китайская посуда. Китайская посуда, пожалуйста, чего мы заработаем за эти 30 лет? Она китайская, не нені көрси, мен аузын күшіптар. Да, я казахша сөйленьші. Да, я казахша сөйленьші, казах ұлтының адамдарына, кейбер түсінбеген адамдарға. Басқа ұлтында, өз тілін ұқпай, қазақ тілінде сөйлейтіндер бар. Солық сілерге айта кетейін. Міне біздің алдыңызды, жаңа ғана балларымыздың әкеген қытай ұдысы. Біздің семей, бір ғана семейді алатын болсақ, біздің семейде кейін тігетін башевечка деген атақты фабрикамыз болған. Бүкіл дүниен үзін әбес-бештеті әнің қамтамасызетті десек, енді ол артық айтпаған болады. Біздің Қазақстанымызды бастан аяғына дейін майлы шұжығымен қамтамасызеті отырған ед комбинатымыз болған. Міне соның түгерлі ұсылай-ұсылай жо үліп келі жатырды. Неге бізге бізің семейімізде тағы да деген өнер кәсіпті неші түрлі сақтүйегірлі фабрикаларымыз болған. Неге бізге Қазақстанда осындай өзіміздің батбағымызда бар, өзіміздің көмір, өзіміздің темір, өзіміздің алтын бар. Неге біздің өзіміздің бұлғары өндірек марауаттарымыз болған, таймасымыз болған өзіміздің дәнді, өзіміздің шараптарды, өзіміздің шығаратын. Енді өзіміздің аяқ кейін фабрикамыз болған. Міне қазір соның бір бөлігі ғанасып түр, оның өзіміздің жалдамалы адамдар сетіп отыр. Әрің-бәрің оның өзі салық салған кезде тапқан жүз пайыз ақшасының 75% салыққа кететтесем, ол енді қателеспеген боларымын. Сондықтан жастар, ояныңыздар, ойланыңыздар, қазір интернеттің түгіл техниканың дамыған заманы ашыңыздар, көріңіздер, біздің қайғайсымыз, ойшырды сөйлеген Райгүл деген батыр қызымыз, Кербезіміз, Асия Анываровна, Алия деген қызымыз, Ақылбек деген ағамыз, біздің батырымыз, ең батырымыз десем болады, Анар, осылардың жеке-жеке парақшаларына ашып қараңыздар, бізді шығандайда адамдарды теріс өгіттемейміз, өйткені біз болашақта балаларымыздың, ұрпағымыздың, кезінде сіздер біліп тұрып, неге қозғалмадыңыздар деген бірау сұрағына болады, Өзбірі қозғалып, қызғалып, қызғалып қызғалып қызыңыздар, қырқпаныңыздар, митингке қызғымыздар, ойларыңыздар, ой, найпқан туралың қамау деген біздің қазақстанда зоң жоғын, біздің анарымыз, Дулат Ағырылы батырымыздың қаты мұнабарып, қолың жайып, құрамбағығыстап келген үшін, он кунге он тарик и камал пушкты ол без гейшкан даке дырг болон мэйт вот теперь я скажу я вот не зря цитировала слова максима горького кто-то писал максима горького да вот эти тоже позиционировала и я как мать простая мать которая вырастила своих детей двоих детей не хуже всех как говорится одна интересуется политикой второго интересует еще молодой думает о будущем чего его ему также как мне не светит если у тебя есть у тебя должны быть родственники которые сидят на верхушке у нас коррупция на нет идет и вот некого в этой команде которые дети которые страдают которых родители об не знают и дети которые просто не знаю чем себя занять и а будьте по осознении смотрите сейчас век информации мы выигрываем в этом борьбе с как мы в информационной войне выигрываем как говорится государство уже не знает куда деваться они за каждое это папа пытается придирается на десять суток я этого знала но я пошла я не умерла перед вами стою наоборот я прочитала те книги которых не могла позволить себе все эти 30 лет пожалуйста духом ожили следы от аналарнс так не вините своих родителей вот мы перед вами стоим а вы до сих пор спите спать не стоит уже это ваше будущее ваших детей ожидают это китайская это идет как же экспансия пожалуйста как говорила ри и мне его слова понравились она говорит да вы проснетесь под флагом но не под своим как говорится поэтому молодежь просыпайтесь нечего бояться вот кирбис тоже рядом стоит вот пожалуйста мы ваши матеря как говорится как говорится вот вот это я хотела сказать лежала 10 дней и к этому пришла думаю нечего бояться вот я жива-здорова пожалуйста даже поправилась на то пошло так что он зацепится и гемене визуал депут козаттан калкупу андук лишь фасадан лишь фасада алмай калканузы юнды егеменды калдук ол тарик и и бергер запрак берли инвестиционный деп он бэр 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 ком салов пишет депо салов ангелло Возвращение в Казахстане в Казахстане. Мы не знаем, что мы не знаем. Я обращаюсь не только к молодежи, я обращаюсь к людям всех поколений, к среднему и к такому, уже тем, которым за 60, ко всем, земляки дорогие. Вы, вот наш, как говорится, президент, я не хочу его даже словом президент называть, он говорит одно, думает другое, а совершает третье. Обычно судят не по словам, а по поступкам. Вы обратили внимание на то, что наш Казахстан, мало то, что все заводы, фабрики, весь задел советских времен уничтожил, а он еще планомерно, планомерно выполняет свою иезуитскую политику, свою иезуитскую миссию. Он уничтожает грамотных, просвещенных, деловых людей, постепенно уничтожает, а остальных людей 95% превращает в манкуртов. Если вы читали, и дольше века длится день Чингиза Айтматова, вот там вы знаете, кто такие манкурты. И вот представляете, а как же обычно у таких диктаторов, узурпаторов, толпой всегда легче править. Они хотят превратить наш Казахстан, наших людей 95% в невдумающую толпу, которыми легко править. И почему он нас в черном теле держит? Потому что если человека держать в черном теле, он будет послушным, рабом станет, потому что у него нет достоинства, у него нет возможности заработать. Поэтому господин Назарбай планомерно нас ведет к тому, чтобы мы уничтожились как нация, как страна. Поэтому, несмотря ни на что, преодолевайте свой страх и выходите 25 числа все, начиная с 18 лет и до 90 лет, на митинг. Не бойтесь, боятся те, кто не боится.